Екатерина Порубель – колоритная актриса, завоевавшая любовь зрителей после выхода на экраны сериала «Серафима Прекрасная». Эта роль не только сделала актрису знаменитой и принесла премию Тэфи, но и стала судьбоносной. На съемках сериала Порубель встретила своего будущего мужа. Сейчас в фильмографии актрисы насчитывает около 40 киноработ. К тому же Екатерина востребована на театральной сцене, а в реальной жизни она – многодетная мама и любящая жена. В этом выпуске я расскажу о том, как неуверенной и закомплексованной девушке удалось найти себя в актерской профессии, как Екатерина справилась с ранним уходом самого близкого человека – матери, и почему родила первого сына вне брака, как сложилась личная жизнь Екатерину Порубель, и почему сейчас она считает себя самой счастливой женщиной на свете. Екатерина так убедительно исполнила роль Серафимы, сильной деревенской женщины, что зрители не сомневались – звезда сериала «Серафима Прекрасная» родилась в деревне. Но это не так. Катя Порубель появилась на свет 8 июня 1983 года в Москве в семье учителей. Ее мать – преподаватель математики и коренная москвичка. Предки отца – физика по профессии – жили на Дону, где поднимали сельское хозяйство, а затем перебрались в столицу. Катя – не единственный ребенок в семье. У нее есть младшая сестра – Саша. Школьные годы сестер пришлись на трудные 90-е. Их отец был вынужден уйти из НИИ и стал заниматься бизнесом – открыл секонд-хенд, а позже – кондитерскую. Бизнес не приносил большого дохода, поэтому о видеомагнитофоне и компьютере девочки могли только мечтать. Зато благодаря бабушке Катя и Саша щеголяли в модных нарядах. Женщина шила на заказ для жен чиновников. К сожалению, у мамы Екатерины Порубель, которой было чуть больше 30-ти, диагностировали рассеянный склероз, и она покинула дворец культуры, где заведовала математическим кружком. В школе Катя училась средне, только на уроки литературы ходила с удовольствием. На аппетит девочка никогда не жаловалась, поэтому была крупнее своих сверстниц. В 12 лет она записалась в школьный театральный кружок, где ей доставались роли пухленьких сказочных зверушек. Со временем педагоги стали доверять Екатерине более серьезные роли, заметив у девушки явный талант. Даже советовали поступать в театральный. Закончив школу в 2000 году, Порубель подала документы в щепку, абсолютно не рассчитывая на успех, так как очень комплексовала по поводу веса. При росте 170 сантиметров девушка весила около 90 килограмм. Но страхи были беспочвены. На талантливую абитуриентку обратил внимание Виктор Коршунов, который в том году набирал курс. И преодолев серьезный конкурс в 200 человек на место, Екатерина стала студенткой театрального училища. Студенческая жизнь пошла девушке на пользу. Она сбросила 10 килограмм, стала увереннее и нашла свое амплуа – простой русской женщины, забавной, но немного печальной. В 2004 году Екатерина закончила училище, а в 2005 была зачислена в труппу малого театра, где играет и по сей день. В первый год работы на знаменитой театральной сцене 23-летняя Екатерина Порубель потеряла мать. С болью утраты помогли справиться родные люди и работа в театре, а также съемки в пяти сериалах, хоть и в эпизодических ролях. В 2008 году 25-летняя актриса впервые стала мамой. Отношения с отцом ребенка Екатерина разорвала еще до рождения сына Савве, но предателем его не считала. Девушка, заметно повзрослевшая после ухода матери, даже не допускала мысли, что ее малыш не увидит свет и очень радовалась появлению сына. Когда Савве исполнился годик, режиссерка Ренефа Лиянц пригласила Порубель на главную роль в сериале «Серафима прекрасная», которая оказалась для актрисы судьбоносной. На нее обратили внимание не только зрители, но и режиссеры. Круто поменялась и личная жизнь актрисы. Именно на съемках сериала она встретила своего будущего мужа Анатолия Левеница. Мужчина работал оператором-осветителем и где-то в середине съемочного процесса влюбился в главную героиню. На съемки сериала Екатерина брала маленького сына и свою младшую сестру, которая приглядывала за Саввой. Анатолий стал много времени проводить с сыном возлюбленной и быстро нашел подход к ребенку. Актрису это подкупило, и она ответила взаимностью. Кстати, в сериале «Серафима прекрасная» Савве досталась роль сына и внука Серафимы, так что не зря он находился на съемочной площадке. Сейчас супруги воспитывают уже трех богатырей – 14-летнего Савву, 10-летнего Луку, а младшему Льву уже 6 лет. Семья живет в большом новом доме в ближайшем Подмосковье, строительством которого они занимались самостоятельно, ведь оба мечтали иметь собственный дом и жить на природе. Счастливая семейная жизнь преобразила актрису. Она сильно похудела и весит всего 65 килограмм. Чтобы поддерживать достигнутый результат, Порубель занимается плаванием и придерживается здорового питания. Сейчас она совсем не напоминает свою «жабу-серафиму», и режиссеры стали предлагать актрисе другие типажи. В конце прошлого года Порубель в своих соцсетях рассказала, что занята на съемках нового сериала «Лимитчицы» о жизни в СССР. Актриса опубликовала очень интересные фотографии, заодно сообщив, что фильм покажут по России один, только сроки пока неизвестны. Сейчас Екатерина Порубель называет себя самой счастливой мамой трех богатырей и любимой женой. Женщина продолжает активно сниматься в кино и задействована во многих постановках малого театра. Остается пожелать талантливой актрисе и многодетной маме семейного благополучия, здоровья и творческих успехов. Было интересно? Тогда поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. С вами была Анна и зеркало экрана.